всем привет по многочисленным просьбам хочу прокомментировать вышедший вчера патч но для начала хотел бы поздравить товарища карму нашего игрока занятием первого места в ранкеде он теперь фельдмаршал поздравляю карма так держать итак по поводу патчика первое что хотел бы сказать это делся обычно евгена выпускают патчи вместе делся то есть они берут огромный патч делают его долго-долго пару месяцев в этом по полгода да и выпускают вместе с длс как получается такое большое изменение это мешает тонкой настройки баланса вторая любимая вещь это взять и сильно что-то изменить да вот прям кардинально мне кажется что вот последнее изменение которого патчи было она вот ломает привык привычный стереотип учит евгенов действовать более аккуратным меньшими шажками мне кажется это правильно это хорошо вот так что это главное что мы должны уяснить по поводу изменения стратегии да как мне кажется надеюсь что это сохранится и будет так далее следующее главное я хотел бы чтобы вы не ожидали изменений глобальных там пересобирание всей пехоты изменения всей каких-то там метовых дек что-то еще данный патчик явно имеет небольшие изменения да немножко стандартизирована там авиация немножко стандартизирована патроны у снайперов да вот такие вот принципе неплохие изменения которые нам должны они больше бага фикс имеет туда то есть всякие баги поправить несуразности чем именно изменить мету как я понимаю евгена задумались над тем как изменить пехотную мету который у нас сейчас доминирует да с огромным количеством пехоты которые в начале там 7 карточек пехоты люди берут деку чтобы побеждать это неправильно да это неправильно доминирует несколько инкомов которые все берут и играют игра скатывается к такому закидыванию мясом на ранней стадии вот в этом патче ничего про это не сделано ну то есть сделан такой я бы сказал шаг в сторону попытки это изменить сейчас я объясню что это сделано но по большому счету изменение в метовых деках не произошло именно потому что сейчас там бафнем пехотку здесь у нас порежем пехотку и получим там что дека а будет сильнее деки б например да ну это не не сделано не сделано потому что сейчас глобальные изменения нужны именно в пехотном геймплее если они увеличат летальность уменьшат летальность изменит работу оружия все и без этого посыпется то есть не то и без этого изменится не надо изменять деки надо изменить принцип вооружения да то есть у нас как бы прошел год с релиза и до сих пор не все виды вооружения устоялись вот их надо доделать довести до конца потом уже докручивать баланс конкретных дек кого куда там плюс-минус совать изменение танков которые у с хп бы прошли это довольно большое изменение до зимой сейчас тут у нас был последним патч изменения подкалиберов как мне кажется подкалибер и перекрутили они слишком сильные да то есть я бы хотел чтобы они немножечко отошли на шаг назад потому что вот тот патчик который был предыдущий ну слишком сильно увеличил да вот смотрите 3 был один стал 3 на 40 пятки я бы хотел что все-таки был 2 когда мы говорим про зиску то есть там был один стал 4 да вот 3 для зиса было бы хорошо то есть два подка урон подкалибер на 40 пятки 3 для зиса это было бы прям вполне нормально да вот там у нас под 40 вот пак 40 4 ну тоже будет 3 все будет хорошо поэтому следующим будет такое большое наведение это вот пехота как я понимаю сейчас они патчик подготавливается пехоте до подготавливается пехоте и это мы видим в изменении в патче касающиеся комбатов знаете как я как член страйк тима читаю что там западной комьюнити по поводу существующими пишет вот они считают что существующая мета такая потому что третья звезда пехота который дает комбат слишком эффективно и поэтому пехота другу быстро уничтожает и это приводит к тому что все закидывают другу пехоты вот я считаю что данные изменения вот в данном случае комбатов увеличили цену практически вдвое до процентов на 40 точно 60 то есть 75 до 125 но это почти в два раза увеличена цена я думаю что это не изменит никак мету да какие-то доходы станет хуже играть как флэтлайн или баланс который совсем не сможете позволить комбата на стадии а а такие как авангард например будут играть еще сильнее потому что не смогут себе позволить комбата на а вот может быть евгена тестируют да как это изменение будет перед тем как выпустить большой dlc и изменение пехоты посмотрим вполне возможно второе огромное изменение в этом патче это артиллерия да то есть артиллеристом уменьшили здоровье там до 80 миллиметров стрелки 4 до 120 миллиметров там с 8 до 4 там средний легкой артой до 5 там средний до 6 и тяжелый до 10 то есть она теперь будет быстрее умирать мне кажется это связано с контр батарейным приказом вот когда они увели он слишком был эффективен убивал артиллерию сейчас они понерфили опять арты стало много поэтому они хотят чтобы артиллерия несла больше урона на мой взгляд до уменьшить артиллерийский геймплей но тоже такой себе шаг честно говоря мне кажется что ни к чему хорошему он не приведет посмотрим посмотрим нас людей играющих один на один и соревновательные виды игры это скажется потому что мы все пользуемся 80 миллиметровыми там 10 миллиметровыми наметами да для них это серьезный нерв но мне кажется там как-то вот баланс арты пво и авиации немножечко сместился в авиацию да потому что теперь можно пролететь бомбить артиллерию легче чем раньше вот насколько это хорошо не знаю давайте играть потому что это может быть только комьюнити решить мы должны сыграть там тысячу игр и посмотрим результат вот основном дальше а третье изменение это небольшое изменение в пт штурмовиках да то есть штурмовики с огромными дрынами теперь стреляют слабее и это хорошо это хорошо единственное что хотел бы сказать что 75 миллиметровый дрын который был у где там час сейчас 28 ягерская до 28 ягерская вот вот его надо было конечно пробовать потому что это медленный сарай который никуда не летит никуда не поворачивает и падает постоянно от любого истребителя да при этом стоит дорого и эффективность его маленькая они ему еще уменьшили повреждения вот это мне кажется неправильно надо было порезать исключительно 2 достающих пт самолета это и лог и юнкерс да обоим порезали урон но честно говоря там была проблема в скорострельности вот другой страны хорошо что они не нафиг зарезали все вот сделали такой небольшой надрез это это неплохо посмотрим что будут дальше в принципе сейчас есть раньше пт елки забирали много сам танков там до 5 на год все пока бы припас не заканчивали за один вылет то сейчас мне кажется это будет меньше ну будем надеяться что это будет 1 2 средних танка максимум 3 вот небольшой небольшой косметически небольшой цена нерв урона для илков очень положительно я хочу чтоб следующем патче еще немножко порезали вот те бафнули большие дальнейшее тут большое количество пая в патче большое количество всякого баг фиксов например стандартизированы снайперская амуниция не у всех до криво баг фикс проведен снг тоже хорошо нормально правильно вот игру тихонечку докручивают все хорошо теперь особо хотел бы отметить это изменение в 2 пехотный вот на мой взгляд это не нерв это наоборот баф да вот basic сам добавили 5 цену и отобрали одного человека из отряда но то что они сделали с пехотой вот вот с этими товарищами ух мне страшно да мы еще поиграем в ранкет и увидим насколько эти парни злые но мне кажется это парни очень злые да у них отобрали пулемет отобрали самая снг ну то есть thompson но зато 11 ружей за 25 то ух как они будут настреливать сейчас на средней дистанции вот это будет урон вот и они еще без дебафа прям мне кажется что это даже баф диска головы ну две карточки тех же самых рифов ты играешь о ее ее извини я это самое я видео записывал да так ну чё извините тут забежал light ну вот это все изменения которые стоит обратить внимание изменение фальшей такое косметическое да но вряд ли на что-то сильно повлияет увеличили количество быка но это опять же не максимально ну принципе на сегодня все давайте всем пока такой вот от меня экспресс анализ